Диктант Победы проводится в шестой раз. В нем приняли участие как очно, так и онлайн-формате. Доступен он был на английском, французском и китайском языках. Одна из основных площадок в Карачаево-Черкесии была открыта в штабе общественной поддержки «Единой России». И здесь диктант писали депутаты республиканского парламента и актив партии «Единая Россия». Мадина Каракетова наблюдала. Небольшая зарядка перед серьезным тестированием. Участники всероссийского диктанта распевают знаменитую «Катюшу». А дальше все как на экзамене. Тестовое задание, 45 минут времени и члены молодой гвардии, чтобы следить за тем, чтобы участники диктанта не подглядывали ответы в гаджетах. В этом году диктант посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда и другим памятным датам и событиям Великой Отечественной войны. Вопросов 25, 20 из них федеральные, 5 – региональные. В этом году очень интересный. Знаете, диктант собран из всех сфер деятельности человека, из культуры, из науки. Все, что было так или иначе касалось победы, ковало победу. В этом году диктант решили провести по типу ЕГЭ. Участники признаются, что несмотря на уверенность в своих знаниях, все же присутствует некоторая доля волнения и переживания. Вопросы все интересные. Мы-то люди более старшего поколения. Для нас это все, конечно, было еще со школы. Многие события всей даты известны. Но удивительно же то, что молодые люди, которые воспитывались сегодня уже в новых условиях, они почему-то знают это. Они знают не хуже, а многие лучше. Чувство волнения есть, чтобы все вспомнить и все написать правильно. Но самое главное, я считаю, это участие. Я с волнением, конечно, отвечаю на эти вопросы, потому что в мое школьное время патриотическое воспитание очень развито было. Мы малую землю читали на уроках, вот прям вслух. То есть с тех пор трепет ко дню победы очень большой остался. Вопросы достаточно сложные, но иногда это полезно. Злохматить извилины и вспомнить действительно историю нашей Великой Отечественной войны. Как вам дается диктант? Они даются. Мы просто живем этим и пытаемся вспомнить действительно то, что нельзя в принципе забыть. Вопросы сложные? Ну, наверное, 50 на 50. Участники диктанта памяти убеждены, что участие в этой акции очень гражданский поступок. Это дань памяти героям Великой Отечественной войны. Он необходим не только как подтверждение своих знаний, но и для того, чтобы не допустить забвения, искажения фактов и событий, способствовавших уничтожению фашизма. И сегодня истинные патриоты борются с пытающимся вновь поднять голову фашизмом на Украине. Это все результат патриотического воспитания и любви к Отечеству. Диктант Победы проводится уже в шестой раз, и организаторы отмечают его большой положительный эффект для подрастающего поколения. В первые годы проведения диктанта мы обратили внимание на катастрофические пробелы в знаниях о Великой Отечественной войне. Сегодня многие молодые люди, и не только молодые люди, а все, кто привлекается к участию в написании диктанта, восполняют эти пробелы. Знание событий Великой Отечественной войны оказалось актуальным по поводу того, что творится сегодня в ходе проведения специальной военной операции. Итоги диктанта будут доступны через полтора-два месяца после даты его проведения. Участникам, писавшим его очно, необходимо будет авторизоваться с использованием индивидуального идентификационного номера, который был присвоен каждому участнику в день проведения диктанта в личном кабинете на сайте акции. Кстати, отличная новость для будущих студентов. Авторам самых результативных диктантов будут предоставлены преференции при поступлении в ВОЗы, а именно до 10 дополнительных баллов. Мадина Каракетова, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия.